Мы в предвкушении, потому что готовились очень долго, и мне кажется, что все именно так, как должно быть, так, как задумали. Люди приехали из-за рубежа. Я думаю, это новый шаг к светлому будущему нашей модной индустрии и нашего фэшн-туризма. Приехали дизайнеры из разных стран. С Кыргызстана показ будет, а дизайнеры из Франции. Очень ценно, то, что современной молодежи, ваше государство, дает сегодня такую возможность быть услышанным, развиваться, идти вперед и приносить пользу своей стране. Хотелось бы от лица национального конкурса дизайнеров «Алтной Мах» поблагодарить Евразийскую неделю моды за сотрудничество. Нашим партнерам я желаю удачи. Пусть все задуманное сбывается. Спасибо за такое мероприятие, за такой праздник. Мода для меня является показом своего внутреннего мира через одежду, через стиль, через цвета, через фактуру. Чем будет требовательнее вкус, тем больше будет появляться наших отечественных дизайнеров, где-то даже не только у нас, а и за рубежом. Вы знаете, я, наверное, одна из тех, которые на эстраду выходят в брендах от казахстанских дизайнеров. И это касается не только одежды, но еще и головных уборов и даже обуви. В течение молодежной энергии в цвете подать что-то яркое, то есть украсить этот мир, допустим, не серыми буднями. Благодаря Евразийской неделе моды сейчас зажгутся новые звезды, потому что я знаю, что предусмотрены гранты, предусмотрены программы для того, чтобы отучиться в одном из лучших вузов Италии. Вдохновило то, что наш кочевой народ, он очень хорошо адаптируется под любой климат. Я постарался сделать такую одежду, которая будет защищать от любой практически погоды. Для нас важно было показать свое видение моды, мы это сделали, и мы счастливы, что показали на Евразийской неделе моды свою коллекцию. Очень сложно было выбрать финалиста, потому что все участники были достойные. Мне лично понравилась идея трансформера, потому что технологическая часть очень сложная. Обожаю такие мероприятия, особенно которые организовывает Ирина Байжанова. One Love. Следующие два дня будут просто фееричными. Вы увидите казахстанских дизайнеров, самых лучших. Вы увидите дизайнеров из Кыргызстана. Один дизайнер – это молодой дизайнер, который дебютант, и вторая дизайнер – Динара Рацко. Просто она взорвет, мне кажется, подиум. Также вы увидите Ольгу Стан, также вы увидите потрясающего дизайнера. Из Сеула, который выставляется на Сеульской неделе моды. И мне кажется, что так же он сделает тут просто все продажи. И мне кажется, что его закупят наши байеры. Потрясающий подиум. Такой дорогой, он такой функциональный. Еще более ярко показывает коллекцию. Он абсолютно не отвлекает. Не важно, сколько денег, понимаете, можно и за 10 тысяч в деньге очень модно одеться. Главное – иметь вкус и желание. Казахстанские дизайнеры хорошие. Они очень много инспираций. Я люблю этнические вещи. Это было очень хорошо. Уровень наших дизайнеров стал заметно расти. И поэтому есть очень интересные модели, которые стоит носить. Которые заслуживают того, чтобы их носили, продвигали и показывали. Как бы в Казахстан раскрывали именно в Европе. Я хочу, чтобы всем все понравилось, чтобы этот праздник продолжал жить каждый год. И чтобы у нас уровень моды именно в Казахстане вышел действительно на международный уровень. Мода – это дело краткосрочное, да? А стиль – это уже твоя внутренняя составляющая. Первая дебютная коллекция. Наш бренд специализируется на создании принтов. И мы решили поэкспериментировать в этот раз. И принты, наши принты с платка наложить на коллекцию, которую вы сегодня увидите. Знаешь, я безумно рада участвовать в таком крупном проекте. Быть ближе к моде, увидеть закулисье, посмотреть, как это все готовится. Увидеть настоящую кухню. Современная стилистика, европейское направление. Много цвета, много принтов, сложное сочетание. Средняя подлиня одежда, много летящих шелковых платьев. Ну, я думаю, что будет интересно. Для меня вообще всегда такая большая честь, да? Вообще находиться на родине и лицезреть вот такие вот проекты, меня это очень радует. Потому что такие площадки позволяют нам открывать новые таланты, поддерживать их. Я получила столько эмоций. Просто это невероятная энергетика. Это был кайф какой-то просто. Вот от начала до конца эти детки. Все молодцы. Все мы, все молодцы. Знаете, на самом деле, когда я только начал сотрудничать после первого Key Visual, я понимал, насколько очень много интересных идей. Естественно, это уже было все внутри, в сердце, с душою. Давайте творить вместе и делать лучше. И я уже, наверное, без этого проекта вообще никак. Я приехал туда, утром было очень жарко, вы сами помните? Это было тяжело, но конечный результат прям очень красивый. И даже когда я вот сегодня наблюдала, уже перед показами показывала этот ролик, я такая смотрю и думаю, эх, они все эти люди не знают, через что нам пришлось пройти. Я Юра Ася фэшн веку에 초대받게 되어 매우 영광으로 생각하고요. 직접 와서 느꼈을 때, 지금 Казахстан 국민들의 фэшн에 관심이 엄청 많다는 걸 피부로 느꼈고, 저 또한 좀 매력적이고, 이런 자연 환경 안에서 그게 잘 어우러지는 거를 충분히 느끼고, 그 영감을 얻어서 한국에 가서 다양하게 풀어낸 생각입니다. Басқа да, Казақ айелінің отбасындағы, өмірі туралы көрінестерін, осындай бір принтлер арқылы, өзімнің шығармашылығы музейдегі жұмыстарымды, қалыптың есіне тағы бір салайын деп, осы үлгідер сасадым. Юра Ася фэшн вектың алғашқы күні өте керемет өттіп. Меніңше бұл тек қына Казахстан имет, Менің, айлғағыз атқарым сүлгін яғдай өте кереметтеген өте кереметте керемет өте кереметтілі. Яғымыз атқа, кереметтөзі өте кереметінді. Кыргызы күйл tampoco好қ много неген күнің, к Я не пропускаю ни одного дня, я прям в восторге от того, что представляю дизайнера, от того, какое огромное количество людей, с которыми можно пообщаться, набраться какого-то опыта. Так что мне вот все очень нравится. Евразия Fashion Week, удачи! Вы молодцы, так держать! Супер! Евразия Fashion Week, минус шанс, занял 1 шаг. И в этом сезоне мы придумали концепцию Clean Wearing. Это когда ты выбираешь только то, что тебе необходимо в одежде. Когда ты инвестируешь в свой гардероб, выбираешь очень качественные вещи, которые могут служить довольно долго, даже чуть ли не передаваться по наследству. И чтобы поддержать эту концепцию, мы делаем двусторонние вещи. Вещи могут быть унисекс, трансформеры, когда одна вещь может заменить несколько. Я открыта к этому городу, я открыта к этим людям, я показываю свою историю, и моя история честная. В конце, конечно, героиня всего показа, Мария Антуанетта, то есть ее трагическая судьба, поэтому там несколько тревожная музыка, но с тревожной музыкой очень такие легкие весенние наряды. Это самый последний, который был шикарный шоу, нас всех удивил, было действительно супер. Дизайнеры у нас были из Кыргызстана, из Беларуси. Я получила здесь такой заряд энергии от красоты, таланта, креатива, и я просто счастлива быть причастной к такому проекту. Евразия Fashion Week, я думаю, что этот проект стартанул хорошо, поэтому поздравляю всех дизайнеров, всех моделей, всех, кто участвовал в этом проекте. Спасибо, что вы были с нами, спасибо всем гостям, было круто. Все к этому первому ЕФВ подошли очень ответственно. Репетиция, примерка, бэкстейш шикарный. Казахстан, улыбки, дастырлы шапандары, ой урнеги, Кашан, да, сэнде, ол еш вақта ескірмейді. Сондықтан да, узыңыздың, казахстан, тамаша, кейімдерін біз ше телдердеде, ялмай кейв жүраламыз. Этат раз мы, у нас очень много креатива, и мне вообще нравится всегда яркие такие образы. Такое прекрасное начало. Я желаю, чтобы в последующие годы было очень много классных дизайнеров, чтобы формат действительно был такой евразиен, чтобы мы могли действительно наслаждаться, радоваться и знакомиться с разными дизайнерами. Целая команда работала, все так слаженно, все так красиво. Праздник удался на славу. Тоже очень благодарна Ирине Байжановой, организатору, всем спонсорам, что дарят людям такую красоту. Я прежде всего хочу поблагодарить всех организаторов за любовь, за силы. Завершающий день был блестяще завершен. Мы поздравили наших бренд-амбассадоров, мы поздравили всех наших партнеров. Я хочу поблагодарить наших моделей, дизайнеров, наших волонтеров, всю нашу команду. Я вас очень всех люблю, я вас просто обожаю. Я думаю, что скоро мы встретимся на весенней сессии сезона осень-зима 2020-2021 года. Жду вас всех! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова